У нас почти все готово для записи алгоритма, все идеи у нас уже есть, но перед этим давайте обсудим некоторый интерфейс структуры данных, который нам понадобится в этом алгоритме, которую мы подробно разберем в следующей лекции. Структура данных называется «Очередь с приоритетами». Две основные операции, на самом деле у нее больше, но нас сейчас интересуют только две, таковые. Можно в очередь добавить элемент с приоритетом P, а также мы иногда будем очередь спрашивать, просить выдать нам элемент, у которого приоритет минимален. То есть это такое естественное обобщение обычной очереди. В обычной очереди у нас элементы поступают один за другим, то есть мы можем вызывать метод pushback, то есть поставить элемент в коне очереди, а потом иногда говорить pop front, то есть извлекать элемент из начала очереди. Она моделирует такую обычную живую очередь, там, в ларек. Теперь у элементов у нас появляются приоритеты, и когда мы хотим извлекать элемент из очереди, мы хотим извлекать не тот, который раньше всего пришел в эту очередь, а тот, у которого приоритет минимален. Соответственно, когда вставляется новый элемент в очередь, он не просто должен добавляться в конец, а, возможно, какие-то более сложные действия должны производиться. Есть несколько способов очередь с приоритетами реализовать, и они дают разные временные оценки на время работы этих операций. Например, если у вас есть N элементов, которые вы будете добавлять в очередь, то можно... у них у всех есть приоритеты. Можно просто все хранить в массиве, например. Тогда добавление будет... вы просто кладете в конец массива, то есть заранее выделенный кусок памяти, и вы где-то в начале храните эту очередь, и постепенно в конец добавляете. А каждый раз, когда вам надо найти минимум, вы честно проходите по всему массиву и ищите минимум. То есть минимум будет работать за OATN, ExtractMin в смысле, а операция Insert, добавление, будет работать за константу. Структура данных такая полезна, как раз-таки, когда у нас есть множество, которое не сильно меняется, но в котором нам надо периодически быстро находить минимум. Итак, раз уж у нас есть интерфейс такой вот очереди с приоритетами, давайте первым шагом очередь с приоритетами и заведем. И вот здесь вот в первых же двух... то есть первый шаг это завести, а потом мы сложим туда все наши частоты в эту очередь. Ну, сложим не просто частоты, а пары. И и F от И. То есть у нас каждый элемент в очереди с приоритетами, это элемент И, а его приоритет это F от И. Дальше мы N-1 раз сделаем следующую операцию. Ну и по некоторым техническим соображениям удобно цикл начинать с N-1 до 2N-1, так чтобы мы новые наши вершины, которые у нас появляются, мы их записывали в тот же массив F. Итак, мы из нашего множества, то есть из очереди, мы достаем два элемента с минимальным приоритетом. Обозначим их вот ИТ и F, И, G, F, G. То есть F, ИТ и F, G это два текущих, две текущих минимальных частоты. После этого мы создаем новую вершину К и запоминаем где-нибудь, что ее детьми будут вершины И и G. Новые вершины К мы присваиваем частоту, ну или приоритет, равной сумме частот вершин, которые мы только что достали. И этот новый элемент, эту новую вершину мы засовываем в нашу очередь с приоритетами. Таким образом происходит ровно то, что было на нашем примере. Постепенно вершины вот так вот, постепенно строится дерево. Изначально у нас есть просто N листьев, потом появляется вершина, которая объединяет две вершины, два каких-то листа, эти листья пропадают из очереди с приоритетами, а там остается N-1 независимая вершина. Они постепенно так по две объединяются, объединяются, в итоге получается большое такое дерево, которое, как мы уже доказали, является оптимальным, то есть задает оптимальный код. Что касается времени работы этого алгоритма, оно зависит от того, как реализована очередь с приоритетами. Как я уже заикнулся, в общем-то есть много способов. Один из способов, такой топорный совсем, это если внутри очереди с приоритетами живет массив просто, то есть вы складываете все элементы в массив, и когда надо найти минимум, вы честно по массиву проходите, сканируете весь массив и находите там минимальные элементы, его-то и достаете. Тогда операция вставки занимает константное время, и тогда вся вставка у нас вот здесь вот занимает время у от N, а вот здесь вставка занимает константное. Но при этом доставание минимума, извлечение минимума происходит за линейное время, и, соответственно, поскольку цикл у нас имеет тоже где-то N итераций, то время работы оказывается равным N в квадрате. С другой стороны, в следующей лекции мы с вами узнаем, как реализовать очередь с приоритетами на базе структуры данных под названием куча. Эта структура данных позволяет все операции с очередью с приоритетами реализовать за время лог-N. Тогда время работы алгоритма Хаффмана, построение кода Хаффмана становится равным N лог-N, поскольку вот здесь вот происходит N вставок, каждый из них работает за лог-N, ну и вот здесь вот тоже происходит N итерации цикла, внутри которого происходит два извлечения минимума и одна вставка, и каждый из них работает за лог-N, соответственно, тот же N лог-N и получается. Устройство кучи мы с вами узнаем в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok